А уже в эту пятницу набережная Ангары в Иркутске станет центром культурной жизни города. В столице региона стартует фестиваль под открытым небом «Энергия Плюс». Уже сейчас на бульваре Гагарина создают оригинальные декорации для предстоящего масштабного праздника. Как этому помогают солома и какие именитые гости приедут в Иркутск в курсе Олег Федоров. Натянуть корсет на жирафа задача непростая, но интересная. Скульптор из Красноярска Андрей Кошелев создает целую композицию из четырех величественных животных. В этом ему помогает семья, супруга и двое детей. Все они участники конкурса соломенных фигур. Он стартовал в Иркутске. В итоге в городе на бульваре Гагарина появится 10 ярких арт-объектов. На это потратят 4 тонны соломы, 300 километров веревки и 2 миллиона скоб. Такие фестивали важны художнику для того, чтобы пообщаться с другими художниками, посмотреть, кто как делает, изучить новые техники работы с материалом. Например, я с Сеном работаю вообще впервые. С семьей, чтобы дети посмотрели, как я работаю вживую. Обычно я как скульптор работаю, допустим, в мастерской или где-то на выезде, они не едят. Тут они прямо сами участвуют, помогают. Выставка соломенных скульптур – часть другого масштабного культурного события – фестиваля «Энергия плюс». В столице региона он пройдет уже во второй раз и даст возможность иркутянам пообщаться с такими знаменитостями, как писательница Татьяна Толстая, актеры Гоша Куценко, Алексей Чадов, Лев Зулькарнаев. И это не полный список ярких гостей и мероприятий. Организатор фестиваля, основанный Олегом Дерипаской «Энергохолдинг Н-Плюс», включил в программу творческие мастерские, показы фильмов, игры и дискуссии. Поддержка культурных проектов, проведение культурных фестивалей, поддержка культурных инициатив является одним из основных направлений социальной политики нашего «Энергохолдинга». И фестиваль «Энергия», который стартует буквально через несколько дней здесь, в самом сердце нашего города, яркое тому подтверждение. Мы подготовили невероятную программу. Это будут три самых ярких, незабываемых дня. Фестиваль «Энергия плюс» – это уникальная возможность открытого разговора. Разговора о творчестве любимых писателей, о творческой деятельности любимых актеров и режиссеров. Причем разговора не между собой, а разговора с самими творцами. Можно задать вопрос, можно получить ответ, можно отреагировать на ответ. Фестиваль в этом году пройдет в формате «Опен-эя». Бульвар Гагарина на три дня станет местом культурного праздника. Ну а готовые арт-объекты из соломы сначала будут идеальными декорациями для встреч с известными деятелями искусств, а до конца лета – оригинальным фоном для фотосессий. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням.